SkyCard. Стирай билетики и выигрывай. Здесь ты можешь заработать быстро и легко, без каких-либо трудностей. Выбираешь режим и начинаешь стирать карточки. Стер одинаковые? Получил свои деньги. Также есть режим битва, где ты можешь поиграть с другими пользователями и попытать удачу. Здесь моментально выводятся деньги на Kiwi, Яндекс.Деньги или банковскую карту. Переходи по ссылке снизу и зарабатывай вместе со SkyCard. Они приехали починиться. Когда альбом? Вопрос очень хороший и актуальный. Работа кипит. Что такое это? Жду очень сильно. Я тоже. Ксюша, привет. Спасибо. Как пришла идея сделать тату на лбу? Интересно. Проснулся и подумал, бля, будет круто. Когда сходка в Москве? А кто-то еще делает сходки или нет? Нет. Буду первый. Это называется... Концерт. Концерт. А, теперь сходки называют... То были... Вот я помню про красное время, когда сходки были просто сходками. Это было за шоу программы, да. Сходки были просто сходками. Потом появились стендапы, мать их. Потом блогеры начали ездить совместно турами. Это называлось ВПШ-тур или что-то такое. ВПШ-тур 2.0, где... Мартынинка и его друзья с гнилыми ногами воняли на весь авторопус разложением. Была история такая. А потом случились музыкальные метаморфозы в русском блоге. Блогинга. Не было Мартынинка, по-моему. Бумчик был. Извини, извини. Андрюха, я тебя оговорил. Был ваш Бумчик с корщем, у которого гнила нога. Можешь передать привет. Привет. Да, чё не спишь? У тебя же 1.52. А он 1.52. Не спится. Я говорю, остался сегодня вечером. Думаю, чем заняться. Сейчас психоделический чай допью и пойду писать албом. Ферментированный ван-чай, если тебе интересно. Что такое это? Google фото. Google фото. Обновляется. Ничего себе. У меня какие-то оповещения проходят. Чё-то с моим телефоном происходит и в браслете говорит, блядь, подумай, подумай, чё-то там творится. Чё, куришь, я бросаю. Сегодня я первый день не курю. Да, конечно. Ну, блядь, сегодня же я не купил сигарет. Я не купил сигарету, наверное. Ты просто докурил. Я докурил сигареты, но... Ну, а ночью я чё буду делать? Я буду писать альбом. В принципе, и не курить. All the tut. All the tut. Ты лысаешь, Дима. Ну... Посмотрим на тебя. 42. Привет за Грузией. О, привет, сегодня как раз обсуждали. Заместительное место на земле. А чё по марокам почтовым? Я вошёл от марок и вернусь обратно. Стэдди сострелился. Эта новость, да, нас настигла. Про достоверность я ничего не сказать не могу. Не знаю, честно. Надеюсь, это не связано со сведением моей песни. Удивительно, но я тоже бросил... Стэдди сводил песню... Как она называется там? Лютоволк. Вор Лютоволка. Так, кажется, мемчиков зашёл. Удивительно, но я тоже бросил сегодня мемчиков. Мы делаем правильные поступки. Помни, нас уже двое. Мы держимся. Судьём проще. Мы справимся. Я понимаю, что это унизительно. Обманывать себя. Снова давать себе обещания. Ну, не сдерживать их. Но в этот раз мы справимся. И дай привет Ксюшин. Весь день присматривала Ксюшины видео. Так скучаю по ней на экране. Видишь как? На больших экранах, смотри. Цель прямого эфира вообще какая-то. Просто поговорить с тобой. А ты ещё раз приедешь к нам в Архангельск. Да, у меня что-то семья. Я люблю Архангельск. Северная равнина. Там прикольно. Чё это? Имбирёк? Так, нельзя его есть. Не курил четыре года. Сегодня пил пачку сик. Что-то не так. Не-не-не, бросит. Бросит, гадость. Не лезь туда. Арабская ночь. Волшебный восток. Дима, мы с тобой будем делать совместный бизнес по торговле людьми. Ха. Дорогая, я завёл рабов. Можно несколько слов о клипе? Потому что это просто шедевр. Да, клип был сделан в условиях экономии средств и времени. Шедевром можно назвать. Но он неплох. Тест застрелился. Хороший выбор. Так. Послезавтра в армию с Яббово. Привет с Краснодара. Не надо в армию. Если не хочешь, не надо. Если хочешь, иди. Каждый волен выбирать свой путь в жизни. Как к Моргенштерн относишься? Ждать Фитс Моргенштерн? Жди. Ты его можешь набить. Все еще используешь приложение по лечению электромагнитного. Да, да, оно у меня есть. Я прислоняю иногда к разметам и смотрю. Какая индукция. Чё воняет? От кошки? Я бросил курить стиль. Может от тебя уменивает? У меня не уменивает. У меня же не 42. Ебать, ты изменился. А может быть это ты изменился? И не готов к постоянным изменениям, которые являются неотъемлемой частью всего нашего естества? Ты привык к тому, что все статично? Тогда как это совершенно не так. Сыграя в русскую рулетку. Какой твой рост? 1,8 был в последний раз. И будет ли трек в Apple Music или ждать всего лишь... Альбом жди. Жди альбом, он будет в Apple Music. Будет в Y2... Сюда же загружаю, да? Google, чё-то там. Яндекс.Музыка. На рампе будет, на гидре будет альбом. Изменился, не значит, стал хуже. Да. Давайте поговорим о чём, о чём-нибудь зельнем. Приедай привет Марине. Марине, тебе привет. Чё так рано эфиром? У меня поздно, наоборот. Дима, а как встать с дивана и начать что-то делать не менее? Не знаю. Подумай о своём будущем. Скажи себе. Я готов быть тем же самым или не готов? Божги, Иван. Ну или божги, Иван, да? Как ты начал новую жизнь? Новая жизнь. Хорошо звучит. Не знаю. По-моему, всё по-старому. Как относишься к Фарроуху? Нормально. С рождения ношу пруф, роднящий меня с мёртвым репером Гуфом. Кто-то цитирует. Откуда это было? Где-то я зачитал. С рождения ношу пруф, роднящий... А, это было на версии с Хованской. Это чё не с репером Гуфом? Блядь. Оригинально. Да. Нет. Талантливый, ты чё. Будет лечат рулетки Ксюшка. Кого жуется псом? Не знаю. Так, всё. Оружие женщина не игрушка. Купил дерьмо, музыка твоя полная хуйня. А, клип дерьмо, музыка полная хуйня? Ты просто конч ёбаный. Ладно. Конч за 500. Конч за 500. Ксюша голая, да. Она вообще всегда ходит в голую игру. Блядь. Накинь на себя хотя бы трусы. Трусы, трусы, хотя бы хватит, хватит. Пишите, если бы Дима пришёл в сердце за любовь, за сколько бы он был конч, за конч за 100, 300, или за 500, или за 500. Нет, там все кончи, просто за разные цены. Я вообще сижу 4,35. Конч за 500, за 300, или за 100. Поздравляю тебя, хороший возраст. Пиздательший клип, я просто в ахуе. Ладно. Будут ещё новые тату на лице. Мне кажется, пустовато, да? Ну, череп мы обозначили. Мне кажется, надо ещё что-то вот здесь сделать. Да? Пиши свои варианты, что можно набить на лице. Конч за 500. Слово конч за 500? Пиши свои варианты, что ты хочешь, чтобы я набил, чтобы мне пошло 300, говорю. 300, конч. Ладно. Здравствуйте, здравствуйте. Конч за 1,0, 1,0. Конч за 1,0, 1,0. А, за 1010, если ты не поняла. Ну ладно. Я знаю, как считать. Знаешь, как арабские цифры выглядят, да? Чем сейчас зарабатываешь? Набью воппер за лям. Да, Мевчиков, ты... У тебя какое-то помещательство воппер. Я помню эту историю, ты ещё пару лет назад хотел. Я помню как, но чтобы людям не раскрывать, связать свою жизнь с воппером. Идея классная, не знаю, почему ты ещё не реализовал. Воппер надо. Воппер надо. Жать на во всё лицо. Вот так. Воппер. Лютоволк топ. Вок. Вок набить. Лютовок. Как у ЛДЖ. Лютовок. Это Лютовок, это... Это вок с халапенью, короче. С соусом. Он очень ядраный. Таких нет. Твой последний трек отстой. Да. 55 на 55. Не знаю. Ларин Чмо обожает тебя. Сам Чмо. Я тебя ненавижу. Хотя нет, я на самом деле всех люблю. Даже хейтеров. Они забавные. Напей 15-й год или 15-й сантиметров. Хм. 15-й год это важно. 15-й сантиметров. Сантиметров. Не знаю. Мне как человеку с 40-сантиметровым и елдой сложно говорить. Ты разговариваешь по-разному. Может, у тебя маленький хер, что с 40-сантиметровый. У тебя есть два доброта. Один маленький. У короля и шута была песня про чувака с двумя членами, короче. Набей Глада. Упал Лакаса. Я не знаю, что это такое. Что на шее? Не скажу. Ларин, набей надпись Ханзе Май. Ларин лучший. Ненавижу. Ресерт. На лицо то-ту. Не надо. Плюс. Музыка, Ларин, то, как потрошить. Очень просто. Точно так же и любую другую птицу. Сначала освежевываешь, перья там выкидываешь. Желательно обжечь, если перьев много. Потом начинаешь резать. Желудочек, сердце. Ну, для фиги. Можно, в принципе, съесть. Скинь по-братски тысяча рублей на трех. Очень хочу трех записать, но денег нет на запись. В смысле? Пиши дома. Я дома пишу. Ты при этом меняешь. Спасибо. Озон терпит. Озон. У меня что-то сердце заболело. Ну, не то, что заболело, но странно себя ведет после Иван-чая. Бля, я просто заварил, чтобы вы понимали, очень крепкий Иван-чай. Сейчас смотрю BPM. Понимаете? Бля. BPM, пожалуйста. Бля, не видно. Мне в чу, знаете, сколько. Сейчас, сейчас, сейчас. Попитаю. 79. 81. 78. 80. Сейчас будет шутка какая-нибудь тупая, и у меня будет 20. В инстуруне, пожалуйста, напиши. Чего за часы? Это не часы. Это типа трекер. О, 92. Я еще неудобные вопросы пошли. Повелись на неудобные. Неудобные. Вчера было... Соро. Ладно. Соро. Вчера было у меня 130. Ну, я типа спортом занимался дома. Очень круто изменился. Спасибо. В самом деле, отрешил, сидел. Так. Как борешься за лысиной? В смысле? Я, наоборот, хочу, чтобы мне были эти залысины, как у Джека Николсона. Посмотри, блядь. Я же просто пиздец в секс-символах не десятых. Это же ее обнижься. Я даже мечтать не могу, где все-таки залысина. Это пиздец. Ну, посмотри. У меня только сигару, пистолет у меня уже есть. Могу играть в криминальном У4. Понимаешь? Ты можешь скринеть, короче. Идеально. Ну, что воняет, а? Что воняет? Воняет, он закрыт. Да. Что тебе кажется? А, не курь, я не курь, ларень, чай, завари, и этот год станет важным. Это вот так не надо. А ты мясо жаришь? Да. Ну, мясоеды как? Трупоеды, по-вашему. А, ледяная сова в глазах огонь. А это что, откуда? Не стригусь, видишь, с волосами как бы еще не выжился. Длина не очень удобная, сантиметров 10. Все. Самая неприятная длина из тех, которых может быть, блядь. Я постоянно хочу всех состричь. У меня хочется длинные волосы, вот такие вот. Как у бонса. Приятного аппетита. Спасибо, я веган. Норм. Я 4 года был вегетарианцем. В принципе... Оп, неплохой. Глазоед, да, глазоед. Данил мне написал. Бля, ты что идею психопсины? Для смертоноградой псины пиздишь. В конце ты лютоволка. И потом говорит, а, фильм такой был, сериал. Возможно, Данила не смотрел и группу престолов. Я надеюсь, это не так. На Невзоров становится похож, чем возрастом. Кремлюсь, да. Дима, будешь в Телеграму группу запись, выкладывать апокалипсис сегодня. А я не выкладывал, разве? Выкладывал. Полистай, там. И я скинул в очень качественном, качественном сжатии. Скажем так, последний трек двух вариантов, даже можешь послушать. Нахуя тату сделал, не знаю. Без мяса 4 года. Можно, можно. Просто больше ешь, в принципе, больше ешь. Готовить, учишься. Потому что, ну... Изыски какие-то хочется, не только кашу. Ну, я еще ел яички и пил молочком. Поэтому, в принципе, ну, и вытянул. Вот. Покажи посудомойку, она сейчас работает. Съедись. Она стирает, в смысле? Ты че? Вот комплексы у женщин. А я забыла, что я буду съесть. Я подумала, что ты приедешь. Перфекто! Аплодисменты! Срочно смайлики аплодисментов! Срочно! Срочно! Много! Много смайликов аплодисментов! Я забыла все. Да, да, да. Я понял. Мы все поняли. Мы все это поняли. Ну, бля, а что ты мне? Твой чай воняет странно. Кое-чем. Мой чай пахнет тысячелетиями. Это на фармакологии. Понимаешь? Это очень круто. Ларин, прошлый. Нет времени, чувак. Времени не существует. Нету. Просто этот чай водился. Е-е-е-е-е-е-е-ей, рожденный в СССР. Есть такая песня? Ларин, как тебе клип Соболева? Охуенный. Просто нет, он очень классный. Он безумно крутой. Я взял все сцены, выгрузил секвенцию в фотошоп, взял лучшие кадры из каждой сцены. У меня получилось тысяча кадров. Тысяча кадров. Я все распечатал, потратил 2 литра краски синий, 4 красный и пол-литра мочи. Я распечатал все это, извесил всю комнату. Можете посмотреть, заходи в гости. Срочный вопрос. Ты знаешь девочку, которая стояла сзади тебя на баттеле с Хованским, Елена Чижова? Да, знаю. Особенно засос. Не знаю, почему это. Ларин, ты уже должен умереть. Я, может, уже умирал. Может, я уже умирал. Может быть, я уже присытился и больше не хочу. Ты помнишь то время, что ты спишь? У нас тут начались хорошие вопросы, да? Да, я помню. Это галлюцинация все, мне кажется. О, гадрочишь. Бывает. Ты должен был быть на мотике у Соболева. Да, кстати, Соболев снял фрагмент с мотоциклистом. Я думал, что там будет отсылка ко мне. Раз я такой, блядь, еще и Джарахов снимал. А ты здесь есть у нас второй? Я думаю, что мне надо заняться мотоспортом. У меня раньше, 15 лет, с 15 до 18 был мотоцикл. 15 год. У меня был 15 год, у меня был и Шьюпитер 5. Я, в принципе, нормально катался. Он не чай пьет, айюваску. Школьники завтра в школу. По вечерам закидываюсь айюваской и летаю, блядь. Вышелахты. Мотофарш. А, мотофарш. Это, ну, типа, действительно. Нет. Это не очень. А? Реально фарш. Что фарш? Ну, типа, мотоциклист. Мотоциклист. Это, блядь, очень стрёмное заболевание, как я считаю. Во-первых, их никто не любит. Да, скорость несоизмеримая, блядь. С каким-то контролем по российским дорогам и с российской культурой вождения. В Европе люди вводят по-другому. Поэтому двухколесный меня идеально устраивает скутер, где-нибудь в Азии, где ты являешься самодостаточным существом, только если у тебя есть скутер поджопает, можешь путешествовать. От бара до моря, от магазина до джунглей, где шаманы на бубнах. А так, блядь, мотоцикл, это ужасно. Я же брал в Индии мотоцикл большой, здоровый, сука, такой, ну, не знаю, на килограмм, может, бестивеситый. Очень тяжелый. И его ведет, блядь. У него покрышка лысая, потому что он, ну, спортивный. Ты едешь, что притормаживает, от чего... Он неуправляемый. Да, ты можешь там разогнаться, и тебе все эти стопы, лежащие полицейские, лежащие, похуй на их. Ну, потому что там реализация хорошая. На этом потряхивает. На скутере. Но, блядь, я не хочу на цикле кататься больше. Все именно современных. Ларин, будет еще 360 градусов видосы, они такие офигенные. Блядь, кто-нибудь возьмите, займитесь моим продюсированием. Кто-нибудь найдите мне базу техническую, потому что я все продал, нахуй. У меня был очень большой кризис отношения к блогингу, сейчас я спокойно с этим блогингу, я просто считаю, что это хуйня. И я продал всю технику, мне это помогло. Я понял, что надо зарабатывать деньги, и начал заниматься музлом. Да, любитует мнение, что музлом не заработает. Но! Но! Мы знаем тайные тропы. Вот. Отлично. Краснодар или Крас? Вот вы называете свой город Крас. А его это Краснодар или Красноярск, или Красноборск, может быть, какой-нибудь в Красноборске, или что-то есть в Красноборске. Глянул в Телеграм-группу, нашел только ссылку на Пип-Апокалипсис сегодня. Записи нет. Что? Нет. Проверь, пожалуйста. Девки тупые, ненавидишь их? Я никого не ненавижу. У меня нет ненависти больше в моем сердце. У меня есть только снисхождение, может быть, жалость, блядь, апатия полная к чему-то. Вычеркиваю что-то из своей жизни. Но ненависть это очень плохое чувство. Все же в этой вселенной зеркалице, если ты кого-то ненавидишь, кто-то обязательно будет ненавидеть тебя. Золотое правило придумали умные мужики. Попомнимые слова. Все говно, которое я сделал в жизни, мне вернулось. Два часа ночи класс. Поэтому я теперь делал только добрые вещи. Дима, в Яндекс.Музыке только одна песня. Почему? Я не знаю. Я не знаю. Я не планировал заливаться в Яндекс.Музыку. Мое творчество пока рано искать, я бы сказал. Потому что оно только начинается. Я бы не хотел раньше времени залезать на площадки и портить себе макариней мечты. Так тоже произошло, блядь. На часах пишут час одиннадцать. Капец, ты мне нравишься. Ты очень классный. Обожаю тебя. Ты тоже. Я тебя люблю. Давай сделаем детей. Ларин, есть девушка? Тебя может девушка считать? В смысле? Матюша, я уже старая? Нет. Что вообще будешь с карьерой блогинга? Будет развиваться. Я думаю, что я все равно буду что-то снимать. Мне бы, конечно, хотел же говорил, спонсор найти. Но, думаю, сейчас с финансовым будет все хорошо. Мы затеяли одну и ту штуку. Это не торговля наркотиками и оружиями. Оружием и людьми. Это не оно. Дорогая, мы завели рабов. Это не про нас. Я пишу длинное сообщение, чтобы ты вас заметил. На самом деле здесь нихуя полезного. Спасибо. Я из Омска. Учусь в бодственном горном в Питере. Нихуя себе бодственном горном. Ты, наверное, на Приморской, да, учишься? Я там постоянно раньше бродил. Или где у вас корпусы? И ребята из горного всегда, ну, типа, они не были глупыми. У меня не всегда как-то приятно встречали. Там целая группа стоит, а я мимо них удалось. О, Ларин, привет. За жизнь попиздели. Все такое. Не обязательно. Не знаю, мне здесь приятными чуваками. Откроешь тату-салон. Да нет. У меня есть друг-художник. Вы видели его работы. А я использовал. От него я хочу татуировку. От тебя? От тебя я хочу ребенка. Оружие настоящее? Нет, конечно. У меня еще нет сейфа. Сколько татушек всего на теле? Я не считал, но они есть. Как с Решером познакомился? Это отличная история. Но она не для твоих ушей. Привет, Аспензе. Как дела? Брод, сколько у тебя реклама стоит? Все очень индивидуально. Соболев. Ларин, что с тобой стало? Знаете, норм. Вот у меня вопрос. Блогер, многие говорят, такие вещи очень неприятные. Ну, если бы я жил вообще в принципе в модели восприятия реальности как приятное и неприятное. Просто чтобы тебе проще было понятно, да? Они говорят, типа, Ларин пизданов, Ларин сошел с ума. Как ты считаешь, я действительно сошел с ума или нет? Вот мне важно, вот прямо сейчас, возьми и напиши. Я понимаю, что ты в основном смотришь, мало пишешь. Пишешь там смайлики, лайки. Вот напиши, ты считаешь, что я сошел с ума или нет? Правильный ответ будет, блядь, я не врач. Но ты все равно напиши. Планируешь сохранить стрим, а в нем есть какая-то ценность в этом стриме? Или что-то веселое разве было? Блогер, аутист, рэп охуенный. Да не рэп охуенный, а музыка охуенный, братан. Музыка это магия. Надо ей заниматься, надо в ней коптаться. Нет, говорят ли, сошел с ума. Кто говорит, да? Нет, не сошел. Нет, нет. Будь здорово. Я не врач, но считаю, что нет. Я не врач, но ты сошел с ума примерно 30 лет назад. Хорошо, хорошо. Я до сих пор не могу поверить в эти изменения. Нет, какие творчества охуенно, согласен. Но разве что чуть-чуть? Мы все немножко чуть-чуть сходим. Главное, что на выходе. Чек-чек-чек измеряет дела, ищет. А не то, сколько пигмента у него на коже. Узнали, что ты не шел с ума, что она стилена кинга. Нет. Ты не смотрел потом. Убить курицу, несущую золотые яйца? Зачем? Это же неправильно. Курица может выявить все мозги. Нахрест не жить. Тебя на позитив Алишер подсадил. Не, мы на самом деле оба дико позитивные чуваки. Я бы сказал, что он даже более позитивный. Он слишком веселый. Мы в целом не грустим. Но, наверное, в силу моего возраста я не могу уже так много угорать, как угорают молодые. Но я стараюсь. Дима, будет в планах альбома? Конечно же. Я ебаной музыке уже три года, и все эти три года я сухую у жизни. Я тоже. Что думаешь о Курпатове? Стоит ли его читать? Я думаю, что... Я думаю, что можно идти на лекцию Курпатову и понять, что как, что где. Если бы тебя спросил, надо ли читать Иззорова, я бы сказал, что точно да. По крайней мере, первое, с чего бы я порекомендовал начать читать Иззорова, если тебе не понравится эта книга, тебе не понравятся все остальные, но Искусство оскорблять охуенная книга. В жопу раз или вилкой в глаз. Да. Че употребляешь? Иван, чай. Смотри, кстати. Он стал прям черный, как пуэр. Блин, так вкусно пахнет. Че? Зача, еда, че? А ты что, все вылила? Съем. Мереда, да. Слушай, поставь чайничек, да? Да. Много читал в детстве. Ну, относительно, относительно. У меня, видите, у меня бабушка была педагогом. Бабушка у меня педагогом тоже была, как мама говорила. Она учила проблемных детей в вспомогательной школе. И дома всегда были книжки, там, маршака и все такое. Но у них это рядом всегда были. Вроде читал. Ларин голубой, это все знают. Ты знаешь, что я голубой? Да. Ладно. Приятного чаепития. Спасибо. Что в чай положил? Я уже рассказывал. Там имбирь, крымские травы, крымский сбор. Иван-чай северных равнин. Блядь, мед. И немножко перца. Так и не болеет. Сахар-заменитель, да. У меня есть некоторые проблемы. И чтобы все было в норме, я пока что пьем сахар-заменитель. Пуэрчик, блядь, хороший, хорошее, хорошее предложение, товарищ Алексей1006. Алексей1006. Пуэр, это хорошо. Но пока нет. Надо заказать оптом дешевле. Я планирую, в неделе сделать. Дима, когда мерч? Мы не хотим делать мерч. Мы хотим делать стиль. Мы сделаем стиль, а не мерч. Мерч, это прошлое. Кто этот человек? Хороший вопрос. Сам не всегда. А мы в своем стиле ван-чай собираем. Так этот вообще собирал, по-моему, мгмэ. Ахахаха. Вибратор или дилда. Посмотри, что дешевле, то и возьми, чувак. Охуенный трек, какие еще? Будет? Будет. Скучаю по рубрике шкуроводства. Да, забудившаяся молодежь нуждается в методах съема. Так ведь? А, я что-то не обещал, что-то рассказать в Инстаграме. На самом деле, я писал пост для Инстаграма прямо в приложении. И такое, типа, что-то там, типа, меня часто спрашивают, как вести себя на первом свидании. И дальше было, что-то, могу поделиться собственным опытом. Я случайно нажал отправить. Я хотел написать большой пост на эту тему. Вот. Но сейчас, сейчас скажу личным опытом. И отправил, короче. Я подумал, блядь, в принципе, неплохой пост. Растяну на два, либо забью. Ларин, почему больше не против? Я против. На самом деле, я иду войной против очень многих вещей. И... До свидания. До свидания. Лагает. Ну что ж, ребята, спасибо за этот стрим. Худо зависает. Завис. Ну что ж. До новых встреч. Вы были отличной публикой. Я был отличным долбоебом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok